Арсен Аваков не остановил артобстрел Славянской и тем самым нарушил обещание, которое давал ополченцам Донбасса. Накануне назначенный Киевом глава МВД Украины позвонил председателю Верховного Совета, самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денису Пушилину. Аваков предложил объявить временное перемирие, чтобы вывести из зоны боевых действий женщин и детей. Однако в ночь на понедельник город снова бомбили, а автобусы с беженцами застряли на выезде из города на неопределенный срок. Я даже не понимаю, зачем было тогда сформулировано предложение о прекращении огня. Ну, вариантов два. Или это была какая-то дурацкая утка, непонятно зачем нужная. Или второе. Украинские силовики, точнее их руководители, они вообще никак не управляют процессом действия в действие собственных, в кавычках, вооруженных сил. То есть они могут приказывать им все, что угодно и указывать все, что угодно. А украинские силовики, в числе которых мы знаем, есть бандиты из нацгвардии и правого сектора, в большом количестве действуют уже абсолютно по сути неудобно. Игорь Негода.